Сегодня на площади Победы принимает присягу более 300 военнослужащих батальона нового пополнения 103-й отдельной гвардейской воздушно-санной бригады. За месяц нахождения в батальоне военнослужащие прошли курс по воздушно-санной подготовке и уже готовы совершить свой первый прыжок с парашютом. Глупоко символично, что присягу мы принимаем у трех штыков на площади освободителей до того, что, наверное, вот это символ чистого неба над головой мира и спокойствия в нашей стране. Для нас это очень важно, потому что защищать Родину это, наверное, самое главное в жизни любого мужчины. Родина это мать, Родина это земля, поэтому уже за месяц нахождения в батальоне нового пополнения военнослужащие осознали то, что они являются защитниками Отечества и что на них лежит груз огромной ответственности за нашу страну. В 103-ю отдельную гвардейскую воздушно-санной бригад попадают исключительно лучшие представители нашей страны. Это здоровые граждане, здоровые граждане, которые прошли специальный профессиональный отбор. Самый главный критерий отбора в нашу бригаду это желание военнослужащих проходить службу в ней и, соответственно, желание совершать прыжки с парашютом. Это очень важно. Для командования 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады самое главное на данном этапе это желание военнослужащих проходить службу в нашей бригаде. Потому что служба у нас тяжелая, наверное, самая тяжелая в вооруженных силах, но самая почетная, потому что силы специальных операций это элита вооруженных сил Республики Беларусь. На следующей неделе военнослужащие совершат свой первый прыжок с парашютом. Станут настоящими десантниками и с гордостью могут носить тельняшку и берет. Зиволы неба, мира и благополучия. Традиция принятия военной присяги своими корнями входит в глубину веков. Она появилась более двух с половиной тысяч лет назад, являлась мощным силом повышения морального духа войск. 103-я отдельная гвардейская воздушно-десантная бригада, как составная часть сил специальных операций вооруженных сил, имеет богатую историю и боевые традиции. Неудаймой славой покрыли себя воины-десантники, прославляемые соединения в годы Великой Отечественной войны. Воины при выполнении интернационального долга в Афганистане. Положателем славных боевых традиций воинов-десантник является современное поколение защитников Отечества. Сегодня военнослужащие нашей бригады принимают военную присягу на верность нашей Родине. Торжественно клянять перед лицом своих товарищей, родных и близких, вы берете на себя обязательство защищать Отечество. А это большая ответственность, требующая полной самоотдачи. С минуты принятия военной присяги государство и народ доверяют вам свое настоящее будущее. Уважаемые родители, я выражаю вам огромную благодарность и признательность за большой труд и силы и старания, которые вы отдали, чтобы вырастить и воспитать сыновей, достойных высокого звания защитника Отечества. Давайте будем вместе поддерживать наших солдат в трудные минуты и вести их по тернистовому пути возмужания. Здоровья, добра и мира вашим всем. Спасибо за внимание. Ура! 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 Кашин! Я! Для принятия военной присяги. Ко мне! Есть! Товарищ гвардии старший лейтенант, гвардии рядовой Кашин для принятия военной присяги прибыл. Принятия военной присяги. Есть! Есть! Я гражданин Республики Беларусь, Кашин Артем Эдуардович. Торжественно клянусь быть преданным своему народу, свято соблюдать Конституцию Республики Беларусь, выполнять требования воинских уставов и приказы командиров и начальников. Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно и самоотверженно защищать независимость, территориальную целостность и конституционный строй Республики Беларусь. Твариц Барди Старш-Лесман, Барди Рядовой Кашин военную присягу принял. Поздравляю вас с принятием на присяге. Служу Республике Беларусь. Старш-Трой. Есть. Гвардовый Левчук. Я. На принятии военной присяге. Ко мне. Есть. Менее волнительно, если бы он ушел в 18 лет служить, потому что уже мальчик взрослый, имеет свою точку зрения, умеет общаться с людьми, имеет свой определенный жизненный опыт. И дело в том, что он еще не закончил вуз. Он его просто оставил для того, чтобы пойти и выполнить свой гражданский долг. Он принял такое решение. Именно сейчас он посчитал, что это ему необходимо. И, с одной стороны, я очень за него рада. Пусть служба в рядах нашей армии, конечно же, добавит ему определенных качеств, за которыми он пришел сюда. И будет ему во благо. Я в это верю и надеюсь. Для меня это, прежде всего, ступенька в моем развитии. Для меня это способ преодолеть себя в каких-то моментах, стать крепче, сильнее, проявить где-то свои черты характера, которые, возможно, во мне еще дремлют. И развиться. Одно слово – развиться. Классное ощущение. Надежда на то, что будет все серьезно, трудно. И выбор я, собственно, и делал, исходя из того, что мне нужны трудности, которые я хочу, собственно, преодолеть. Для чего я и пошел в армию. Успел пострелять из автомата. Успел собрать парашют для прыжка, собственно. И солдатскую кашу попробовать. Я заканчивал в Минске Багуир. Специальность моделирования и проектирования радиоэлектронных средств. Год работы, можно сказать, уже успел. И все. Иду теперь в армию. Как нам показывали, делали представление, что есть много специальностей с этим связано. Допустим, с зарядами работать, с электроникой. Ну, то есть, моя специальность вполне себе способна себя и в армии проявить. Срок-то действительно недолгий, но, что было интересного, мы успели съездить на полигон, пострелять с оружия и уже вот готовимся на следующей неделе первый прыжок будет. Когда я поднимался на вышку прыгать, страха не было. Было просто предвкушение. Ну, мурашки были, но они точно не из-за боязни. Я считал, что армия – это такая своеобразная школа жизни для мужчины, ну, которую необходимо пройти всем, что там учат обращаться с оружием. И если ты попал в силу специальных операций, как я, то будет, ну, интересно и напряженно. Да, в общем, так и вышло.